Всем привет! Меня зовут Романова Екатерина, я педагог по вокалу школы музыки Music Club. Сегодня я хотела бы начать свое занятие с очень важной темы. Это тема разогрева аппарата нашего голоса, речевого аппарата для дальнейших занятий, для более сложных упражнений. Вы сейчас все находитесь дома, и я уверена, что многие сейчас слушают музыку, танцуют дома, дабы как бы себя занять. Но не торопитесь, пожалуйста, сразу брать какое-либо произведение и начинать его петь, репетировать и так далее. Для начала обязательно нужно подготовить свой аппарат. Этим мы занимаемся на онлайн-занятиях нашей школы со своими учениками, дабы не навредить голосу и максимально его сконцентрировать и разогреть на работу. Сейчас я дам одно упражнение, которое замечательно дает возможность разогреть свой дыхательный аппарат, свой речевой аппарат, расслабить челюсть, губы, и тем самым приводит в тонус все мышцы. Мышцы живота, которые мы используем при пении, и мышцы лица, которые необходимы нам для звукообразования. Итак, давайте мы его сейчас все вместе споем, после того, как я, естественно, его покажу. Так, начинаю я в ля мажоре, с ноты ля малой октавы. Упражнение, с одной стороны, безумно простое, но почему-то очень часто сталкиваюсь с тем, что оно вызывает какие-то непонимания. Смотрите, ваш рот максимально расслаблен. Здесь участвует только воздух и губы. Звук... Опять же, выходящий снизу, вот отсюда. Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Мышцы сокращаются. Мы добавляем сюда ноты. Все максимально расслаблено. Никаких Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Рот расслаблен. Работают только губы и воздух. Посмотрите, пожалуйста, как это происходит. Продолжение следует. В этом упражнении задействован, это не очень удобно, а через нос, когда вы берете в этом упражнении воздух, вы можете концентрировать внимание на потоке воздуха, куда он поступает. Когда вы вдыхаете, у вас должен работать именно этот отдел. Давайте вместе пропоем, прорчим это упражнение. Пожалуйста, расслабьте все свои ротики, свои губы, сконцентрируйтесь на дыхании и поехали вместе. Продолжение следует... Все расслаблено... Остановимся на этом месте. Сейчас поговорим про высокие ноты именно в этом упражнении. Я хочу сказать, что на высоких нотах именно в этом упражнении у вас не должно быть никакого зажима. Не старайтесь подключить сюда связки совершенно. Они здесь не нужны. Вы поете как бы фальцетом, но это все получается на воздухе. То есть отчетливого звука как такового здесь нет. Вот такого быть не должно. Мы только губами повышаем этот звук. Не гортанью и не связками. Он очень мягкий. Тем самым мы еще разрабатываем и наш резонатор, который находится у нас здесь. Давайте вместе, пожалуйста, попробуем. Очень мягко это воспроизвести. Расслабьте, пожалуйста, плечи, шею. Все должно быть максимально расслаблено. Никакого напряжения. Только работа здесь идет. Три, четыре. Удерживаем губы до конца. Удерживаем губы до конца. Молодцы! Кто сделал это упражнение правильно и доделал его до конца, сейчас может почувствовать, как губы слегка не стянуло, а появляется в них такое приятное напряжение. Вы можете просто сбросить его вот таким образом, и вы почувствуете, насколько кровь прилила к губам, кончикам губ, и ваш рот, кажется, сможет сейчас горы свернуть, поразить всех. Тем самым вы еще и разработали свою диафрагму. Представляете, насколько это полезное упражнение? Оно классное. Следующее упражнение будет таким же. Изменю немножечко на звук «р». Сразу хочу сказать, что это упражнение тоже достаточно простое. У людей, у которых нет дефекта речи, то есть я имею в виду, у кого нет какой-то картавости, например, тем это упражнение должно быть очень простым. У кого есть моменты, о которых я сказала ранее, те могут тоже потренироваться и постараться преодолеть эту проблему. Не нужно бояться и сковываться, тем более вы дома, вас, может быть, никто не видит. Занимайтесь в удовольствии, расслабьтесь, получайте удовольствие. Звук будет таким. Сверху вниз. Также в ля мажоре я начинаю с ноты ми и перехожу к ля. Всего лишь пять ноток. Сверху вниз. Это звучит так. Постарайтесь, пожалуйста, выровнять звук, чтобы он не звучал. Никаких толчков быть не должно. Все одно. Одно звучание и очень мягкий рот. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Здесь я хочу сразу обратить еще ваше внимание на то, что мы не сползаем позиционно. Не нужно. Вы начали с повышенной позиции. Пожалуйста, сохраните ее. Не нужно проваливаться куда-либо. Вы находитесь вот здесь. Приподнимите себя. Также дышим мы из диафрагмы. Носом берем дыхание здесь. И очень красивый, нежный звук должен быть. Язык стоит практически возле верхних зубов. Рот приоткрыт, растянут. На улыбке. Не заводите язык глубоко. Получится неправильно. В принципе, у вас не получится это упражнение, если язык лежит неверно. А он даже не лежит. Он как бы кончиком прилипает к верхнему небу. Практически не прикасаясь, а близ ваших верхних зубов. Давайте, пожалуйста, вместе попробуем. Это очень просто. Три, четыре. Сами. Остановимся на этом месте и снова обращаюсь к вам по поводу верхних ноль. А ниже немножечко опустимся. Опять же, когда мы поднимаемся, мы не напрягаем вот здесь ничего. Мы опять же как будто бы на фальцете звучим. Вы сами можете позвучать На самом деле дома это очень просто сделать Вы можете любую ноту взять Вы тем самым прокачиваете свою диаконику И свой рот улучшаете дикцию Никакого напряжения на высоких нотах быть здесь не должно Как и на всех высоких нотах, если честно Возьмите мягко Сделайте небольшой акцент на верхней ноте И спуститесь очень плавно, не меняя позиции Никуда мы не опускаемся, мы находимся на ровной плоскости Каждую нотку мы как бусинку натаскиваем на ниточку Давайте вместе ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Расслаблено Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь у вас все получилось После этих упражнений вы должны почувствовать, как ваш аппарат разогрелся Поверьте, он обязательно разогрелся То есть примерно вы уже можете начинать что-то разбирать, петь, дома заниматься Мы проработали сейчас с вами от более низкого регистра к высокому, через средний прошлись То есть мы прошлись в принципе по всему регистру вашему, чтобы вы могли заниматься Естественно для мальчиков, которые сейчас смотрят, это будет намного ниже Еще я хотела бы поделиться с вами упражнением на звук МММ Это упражнение вообще супер универсальное Его дома очень просто выполнять Вы можете включить любую свою любимую музыку дома Танцевать под нее и мычать Можете делать какие-то эксперименты Придумывать какие-то свои мелизмы Играть звуком Но в этом упражнении есть небольшой нюанс Оно, чтобы правильно его выполнить Оно должно звучать очень связно Каждый звук, который вы мычите Должен звучать связно Для вот этой именно связности я бы хотела дать вам одно упражнение Которое тоже несложное Которое я тоже буду начинать с Ля мажора Мне нравится, видимо, эта тональность Всего лишь три нотки Три нотки вверх, три нотки вниз Поймите одно, что мы дышим Опять же, и все делается на диафрагме На нашей опоре То есть мы Ну, почувствуйте, как вот здесь вот эта часть вибрирует Никакой давки быть не должно Должен быть объем Никакой сковности и сжатости связок быть не должно Наоборот Вы должны чувствовать объем И как ваше тело дышит И как здесь у вас воздушная труба образуется Очень плавное движение Давайте попробуем сделать вместе И как здесь у вас воздушная труба Почувствуйте себя скрепкой Что хочу сказать по поводу высоких нот Они уже уходят у нас ближе к носу Прям максимально Мы не можем их опустить Так как это уже повышенная позиция Поэтому вы должны очень хорошо взять дыхание И прям почувствовать, как они у вас вот здесь Должны чувствовать себя реально скрепками Ничего не напрягается И в какой-то случай Субтитры создавал DimaTorzok Вы наслаждаетесь, как вы звучите Я надеюсь, у всех получилось это упражнение Вы разрабатываете очень хорошо на этом упражнении диафрагму Позиционно себя чувствуете правильно И тем самым разрабатываете полностью Весь свой голосовой, речевой аппарат Это очень важно Особенно, когда вы сейчас находитесь, может быть, без педагога И помочь вам некому Вы можете всегда помочь сами себе Это упражнение очень классно делать под музыку Вы можете копировать каких-то исполнителей Но не вместе с ними, а после них Можете включать себе фонограммы без слов Без основной партии Просто музыкальную партию И накладывать это мычание Любую песню Не бойтесь, если будет где-то что-то заваливаться Это все обязательно со временем выровняется И будет очень красиво Но этим, конечно же, нужно заниматься Дорогие друзья, на сегодня наш урок закончился Я благодарю вас за внимание Я надеюсь, вам было классно, интересно Я всех приглашаю на пробные занятия по вокалу онлайн Если вы еще не занимаетесь А для тех, кто занимается, жду на своих занятиях Своих любимых учеников, которых мне достаточно много Набралось, это прекрасно Я всех-всех жду на новых, на пробных занятиях Всех, кто хочет петь, развиваться И постигнуть что-то новое, интересное И погрузиться в замечательный мир музыки Также, ребята Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы По поводу вокала По поводу... Все вопросы я с удовольствием рассмотрю Которые вы оставите либо в комментариях Под этим видео Либо вы напишите в директ О разборе, может быть, какого-то произведения О более точном разборе какого-то упражнения Буду рада всем помочь Буду рада видеть на онлайн занятиях И спасибо вам за внимание Пойте, пока